С удовольствием. Прям миллион раз нарушил. Только чтобы стать президентом, маму продаст, веришь? Продаст потрохами. Продаст. Потому что это уже нутро такое, гнилое нутро. Все, если человек ради достижения своих целей, он ни одного закона, никаких благ и удобств не сделал для народа. Он все делает только для того, чтобы быть на виду у всех. То есть селфи, отжимания, не знаю что там. Только чтобы быть у всех на виду. Сейчас вот в период вот этого карантина, да, он разъезжает по Молдавии с кучей этих телохранителей там и делегаций, не знаю там. Только чтобы там позаботиться о бельчанах. Бельчанам есть, вернее о бельчанах есть кому заботиться. Да нет, Сергей, самое страшное даже не то, что Додон со своими мелкими шестерками ездит по стране. Самое страшное другое, что один из очагов распространения вот этой инфекции, этого вируса, это Хончарский район. И идти на выборы. А было достаточно, чтобы Додон инициировал процедуру. Давайте отложим выборы в Хончарском районе. Вот это вообще самый конченый подлый поступок вот в этот период. И ни он, ни гречаны, ни другие твари из ПСРМ не сказали, слушайте, ну есть же люди, мы ставим людей под удар. И в результате этих выборов мы получили мощнейший очаг распространения этой инфекции. Я написал вот в одном из комментариев, кстати, я получу еще за это все, я написал в одном из комментариев, что за этот поступок военное время Додона бы расстреляли по решению военно-полевого суда в течение двух часов. И я думаю, что на меня социалисты подадут в суд, чтобы... За терроризм. Ну да. Там тебе уже это, Вивьен, Люзю, как ее там, короче, Кольчужков это. Так вот, это преступление. Не перенос выборов на период, когда вот распространяется инфекция. И более того, Додон знал о том, что самолеты, прилетающие с нашими гражданами, возвращающимися домой, могут иметь на своем борту людей зараженных или уже болеющих. И не были предприняты никакие меры, ни с его стороны, ни со стороны Совета Безопасности, Государственного Совета Безопасности, о локализации этих людей и выдерживании их. Можно так о людях сказать, выдерживание их, да? И задержание их в карантине на период 14 дней. Это преступление, и за это преступление, этот самый ваш Додон Гречан, ваш, он же был в КПС, в Воронина, в партии, он должен будет понести уголовную ответственность. Может быть не так жестко, как я сказал, не до расстрела, но до пожизненного. Без права апелляции и досрочного пересмотра срока. Ну это, конечно же, утопия. Ну вот.